Девушки отдыхают Девушки отдыхают Электронная версия книги Потом еще закажут и бумажные книги Чего и вам желаю Потом будем говорить еще и про привычный нож Это целая проблема Вызов специалиста Тренироваться самому на березах Но поручить специалисту А тут такие у нас специалисты Что мне они все не нравятся Имеется в виду те кто учился По По классической технологии Вот это все мы Будем с вами проходить Вот А у человека блестящее образование Параллельно науке садоводства Законы природы Общие И Организмов человека И растений Это я считаю И это легло бы словно у садоводства И мы об этом будем говорить Потому что Если мы не будем сравнивать И Будем калечить Деревья Так как Вы бы не хотели калечить всех Отрезая ему руки, ноги Выкалывая глаза Отрезая уши Вот это вот происходит В мире растений Это очень важно Поэтому я Просто Мне повезло Что я встретил человека Который Внимание Я встретил человека Который Ничего Практически Садоводства Не знает Повезло Вот это мы с вами Проходили Глупая Ненужная работа Это мы проходили Как пример Приспособления Растений Что Природа Она мудрее нас И мы должны Следовать ей Да, Юлечка Вот Выпускница Агроуниверситета Моя ученица Редчайший случай Вот Что мы должны Растить сады Так, чтобы они Выдержали любую погоду Вот Что вот этот снег Запросто сгноит Абрикосы Вот И что нам нужен Склон И только в верхней части Можно посадить Те самые Вот такие вот Деревья Это груши А в данном случае Абрикос Вот такой корневой Значит, если уж как есть Насадить в верхней части Здесь есть Здесь есть кулон Это у нашего уважаемого Станислава Аркадьевича Вот Проходили мы Вот это Вот попробуйте Угадать А Если у них Стасенс Или даже не Белокатерщик Попробуйте Угадать Это сколько Надо колодца Вырыть Чтобы точно Знать Что Вот здесь Вот попадет Пропадет А вот здесь Вот слева Или справа Видите Можно садить Деревья С Стержневым Корнями Все не так просто А это все На одном участке Изображено Я специально выбрал Очень характерное Убедились Вот Я очень надеюсь Что у Станислава Аркадьевича Будет вода Гораздо Там Ниже Вот Посмотрели мы На мошеннические сайты Мало того Что не мошеннические Это еще Полбеды По 300 рублей 400 продает Это пол Вот видим Это полбеды Беда другая Цены 2000 3000 6000 Представляете Снова 2 Снова почти 4000 И это на мошеннических сайтах Почему Потому что Это не их Фотографии Вот 3800 Представляете Сколько Вот тут Я насчитал Что Эта фотография Присвоила Больше 100 Мошеннических сайт Не Не обязательно Мошеннические Но Продавать по 3800 Не имея Маточного сада Вообще сада Это надо Иметь Наглость И еще многое Чуть 46 тысяч Я проверял Я проверял Действительно 46 Вот Это еще Простенькая Слива Ну а Альтернатива Понятно Это Сергей Железов Продает Мой сын Вот это Приезжий Вот Но Вот к сожалению Станислав Аркадий Живет На другом конце России Вот Очень Очень далеко Можно сказать Так что На другом конце Между нами Тысяча километров Итак В этом месте Мы с вами Продолжим Вот Для меня Медик И садовод Это многое означает Потому что Еще раз В природе Законы Общие Для нас всех Отсюда Мой афоризм Садовод Не профессия А диагноз Станислав Аркадьевич Вот так В своих больницах Приходит Человек Говорит Я садовод Значит Надо писать Диагноз Не Ходроз Не Радикулиз Не артроз Не артрин Надо писать Садовод А остальное Все приморится Извините Я лезу Не в свою профессию Но это шутка Еще афоризм Время проведенное В саду Не засчитывается В срок жизни Это очень важно Смотрите У вас там Для меня Хотя несколько фотографий От вас получил Аркадьевич Непонятно было Как с ветрами А по Москве Такой ураган Пробежался Что даже Людей убивал И вот Голая степь Сибирская степь Знаменитый Когда-то Он Кальский сад Его сразу После войны Посадили Вот Вот так он Защищен Тополями Видите Это просто Надо будет Прикинуть Как-то же вам Самим Откуда ветер Дует Бывает Сама холмистая Место Защищает От ветра То есть Он как бы Скользит По верхушкам Если повезет Допустим Он северный Или западный Вот А Ну Вы же сами Догадываетесь Или с этой стороны Ветер Допустим Слева направо Вот этот холм Будет Бит в холм А если Будет С правой стороны Будет Он будет Скользить По холму В общем Вы разбирайтесь Дальше Сами Теперь Самое главное Буду искушать Как дьявол Дело в том Что я Бродал бы Душу Дьявола В одном Случае Если бы Этот дьявол Сказал бы Я помогу Напечатать Миллион экземпляров Ваших книг Я сделаю так Что все книги Попадут в школы В университеты Институты И академии Вот И тогда Ради того Чтобы Нет Меня Мои друзья Богословы Будут ругать За такие слова Итак Вы с вами Видели Ваш участок Да Вот И Вот он Зеленый Ну ладно Не буду возвращаться Первое направление По Хольцеру Показываю Похожий участок В городе Ленинск-Кузнецке Нет Вначале Это один из наших друзей Который Увлекся идеями Хольцера И вот Выкопал котлован И сделал Вот такую Горушку Вот И тут посадил Абрикос Видите Нарезу цвели Вот Это один пример У меня их немного Ну вот яркий пример Это вот Это вот Ленинск-Кузнецкий Тоже Сибирь Так Здесь Тоже Видите Где вода Близко И здесь Сделал сказку Вот Видите Я пишу Железу Кандировка Кузбасс Доктору Хану Вот его участок Я ходил с рамками Очень много Очень много Гепатогенных зон Считайте Что вся эта Гепатогенная зона Потому что Вода близко Вот после переделки Видите Вот эти холмы Сделал А на них Посадил деревья Ну и Понимаете Если этим ограничиться 20-30 Ну полсотни Деревь Вот Которая Благодаря холмам Все-таки Может быть Корни не вымокнут И Внимание Вот такая красота Вот Я сам ловил Эту рыбу Клюет Без отказа Так Обывателям Я не вас имею ввиду Станин Савакач Вы захотели Повторить полностью Мои успехи Вырастить лучший сад Подмосковый Я сказал Пожалуйста Можем лучший сад В России У вас же теплее Но есть Проблемы У вас углинок У вас Ближе Грунтовые воды Поэтому Удастся ли Посмотрим Продолжаем Итак Два варианта Первый Выписывайте Готовые садельцы Где еще выписать Я В своих 137 Вебинарах Показывал Сотни Фильмов Плодопитомников Из Плодопитомников Не фильмов А фотографий То что они Производят Это дикий ужас Все это Уже давно Попадало Хотя бы В тот ураганный Ветер Ваш Страшнейший Вот Потому что Иначе быть не может Искусственный Штамп до высоты Почти метра Это еще Это еще У саженцев А потом Еще будет Расти А потом Даже Дерево Сломается Много Всего Вот Сейчас Ладно Ой не знаю Отвлекаться Не отвлекаться Отвлекаться Не отвлекаться Левая оппозиции Вот И К сожалению Вот так Но я не это Хотел вам показать Вот Не это Не это Не это Сейчас 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 Вот Жалко Я сейчас Не найду То что Хотел Ладно Мы не Последний раз Встречаемся Вот Итак Фотографии Из питомника Железова Младшего Железова Сергея Вот Это Для Обывателя Тоже Почему Можно Один раз Потратиться Вероятность Что Большая часть Будет жить Плодоносить Реально Так И на этом Можно остановиться Вот Он Станет Одним из лучших Садов Подмосковья Но у него Не будет Точки роста Понимаете О чем я говорю Мы до этого Дойдем Второй метод Метод Тыка Вот это Вот Одна из моих Многочисленных фотографий Итак Косточки Я продаю От самых простых От самых простых То есть Манджурцев Вы уже видели Какие они результаты Дают Великолепные результаты Каждое Дерево Выращено Из косочки Моего Манджурцева Патриарха Лучше Самого Патриарха Плоды И да Роскошнейших Вот И тут Получается Или идти Медленно Начинаете Вы А не Ниже Покажу 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 Сад И доходы Сразу Сразу Почему Сейчас убедитесь И лучший сад Пока в Подмосковье Вот Тут вопрос Или моносад Почему 24 сотки Конечно Это много Это четверть Гектара Но это все-таки 24 сотки Вот И вот смотрите Вот эта фотография Кусочек Сергея Питомника Да Вот он выросил абрикосы Вот они так растут У них такая схожесть Если конечно умеете И вот Что дальше Вы Если вы Выпишите Ну сколько здесь Он садил косточек Ну может тысячу Может две А кто его знает Вот Зашли Может процентов 90 А может и 95 А может 99 Вот И что вы с этим будете делать Вот Вот это Миную мноточку И доходы Сразу Я показывал не раз Эти же Саденцы Мазурских абрикосов Якобы Мазурских Продают Продают То по 300 рублей То по 900 Я показывал фотографии Кто знаком С моими вебинарами Вот И Единственное Что их можно продавать У вас Только под моим брендом Что это саженцы Железного Потому что Альтернативы им нет Вот А продал А он еще не успел А у вас до воды Допустим Два метра Ну так Вы спрашивали у соседей Колодца есть Аркадьевич У вас получается Ну хорошо Если два с половиной Ну повезет В вершине счастья Ну три Купил Продал Купил Продал Представим Вы можете уже смело Филиал С моего добра С моего Я до этого Таможня дает добро Вы с моим Филиал Сада Железного И они уже будут Ползаться определенным спросом К сожалению Не все меня знают Садоводы И конечно Большинство Не доехав до вас А хорошо продавать На месте На месте Вот Не доехав до меня То есть До вас В данном случае До вас И Купил на месте Ну Их бы брали У вас Народ богаче Это так как вот Вырастила Видели эту девочку Которая позировала Она закончил университет Завела свой питомник Как там было Она продавала Эти Я вам ниже покажу Волочной вишни А вот Сейчас к месту Этот разговор А Вырастила Получила урожай А это Это Узна качество Когда уже урожай Свой Не с моего сада Косточки А уже с ее сада Вырастила Первый же Прекш сказал Я забираю все Первый же Я забираю все Видите как здорово Тем более Что это качество Гарантированное Так как с моего сада Видите Косточки Они же с плодом И вот Такой интересный вариант Получается Вот А почему у нее так Потому что я живу В таежном тупике Кругом Нищета Я не преувеличиваю Колония Настоящая Все кто мог Выехал отсюда Завод работает Доходы уходят Как сказал Этот самый Наш сенатор Доходы Еще гигант Это гигант И тот От маленького Появится Они же Умеющие Привитое Кандидата Наук Секретами Академики Секретами Те самые Они вроде бы Однолетние Год прошел Это весна Следующего года Второго года Прошел год А вот По моим Этим самым Мощные Даже Однолетние Саженцы Плюс Прививки По железу Дают Результаты То есть Не надо Долго ждать Урожая Вот Вот я пишу Что будет У вас С суглинки И при близких Грунтовых Водах Мы Тогда Еще 23 сотки Накормили Несколько Семей Ну Согласитесь Что я не болтаю Правда Дорого У нас Не продаж И вот Результат Смотрите Это Снимок Ну Ему 2-3 года Назад Это Делал Сергей Значит Подъехала Машина Раз Два Три Сверх Пять Где-то 25-30 Саженцев Вот так Ну 25 Это точно Есть Вот Заработки Подавал он Тогда Где-то Несколько лет Назад По 1000 Рубля Сейчас Может И По полторы Вот И Результат Налицо Качество Гарантировано И Вот Этот Вариант Если Вы Остановитесь На Именно На Питомнике Уже Продавая Не Только Выкопал Вручил В руку Потому Что Это Еще Без Горшков Вариант С горшками Тоже Тоже Нож Нож Большинство Нож Пишут Прививочные Даже Нож Вот Видите Пяточка Это Для Окулировки Ну То есть Раздвигать Кору Так А Итак Зори Всего Вот До Доход От Урожая Стоит Связаться С урожаем Так Вот Видите Это Еще Это Это С ДИНАМИЧНАЯ «Обсолют pega непр iemand» ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ «С БО tackle О ДИНАМИЧНАЯ 釣